Как вы видите, тема сегодняшнего моего доклада Эмир А. Кожин. Результаты учебы и ухода. Посмотрите, пожалуйста, какие невинцеприятные переграфии в самом начале презентации я вам решила выставить. Конечно, здесь мы не можем говорить о здании Божьей. Есть явные проблемы. И, возможно, каждый из вас обрабатывался данными вопросами. Посмотрите, пожалуйста, почему могут меняться родинки, опасен ли для кожи соля, надо ли вызываться солнцезащимым кремом, а если надо, то как? Как надо наблюдать вообще это состояние кожи и стоит ли показывать родинки врачу-термонавирую? Я взяла смелость на себя немножко сказать, что такое рак. И, как вы видите, рак – это достаточно серьезные заболевания. Они могут охватывать различные органы. Бывают доброкачественные новообразования, а бывают злокачественные. Именно о них мы сегодня поговорим. Основные признаки рака – быстро растет. При этом при всем достаточно часто наблюдается именно недостаток. Я показала вам, как образуются недостатки. И, в принципе, если мы касаемся рака кожи, то далеко ходить не надо. Даже для упала, вы видите, в конце прошлого года по Челябинской области рак кожи занят первое место. То есть тема достаточно серьезная. Посмотрите, пожалуйста, чтобы мы хорошо разбирались с вами, о чем все-таки я буду рассказывать. Я решила кому-то напомнить, потому что часть людей мне знакома. Кому-то, с нуля рассказать, что кожа имеет специфическое строение. Выделяют несколько слоев, самый глубокий – это подкожная ткань. Она, в основном, состоит из желающих клеток. Выше располагается, так называемая, дерма. И самый высокий слой – эпидермис. Именно о ее установлении мы сейчас чуть подробнее с вами поговорим. Это достаточно многослойная структура. И, в том числе, выделяют особые клетки. На данном рисунке, посмотрите, они темно-темно-коричневые. Называются меланциты. Именно эти клетки участвуют в вольере, защищают кожные поглубы. Они содержат специальные пигменты и, как экран, пытаются защитить кожу от солнечного излучения. И именно с наличием данных клеток мы будем с вами говорить о том, что кожа загорает. Посмотрите, а самый верхний слой эпидермиса представлены собой особой стеночкой. Представлены из разрушающихся уже клеток, которые легко и просто отшелушиваются. И между ними, как в любой первичной стене, существует особое сцепление, особый тенет. Это определенные жировые вещества. Давайте поговорим, а что все-таки можно вызвать рак. И здесь, смотрите, какой огромный список я вам привела. Конечно, это будет и предрасположенность, допустим, папы, мамы, бабушки или у кого-то другого находили рак в том числе кожи. Конечно, это возраст. Чаще наблюдается у людей, которым за 50. Но есть определенные факторы, которые ухудшают состояние кожи даже в молодом возрасте. Посмотрите, пожалуйста. Это избыточное нахождение на солнце. В первую очередь. Далее, конечно же, ионизирующее излучение. Но мы с вами постоянно не находимся напрямую под ионизирующим излучением. Конечно, различные акцерогены. В том числе и даже, к сожалению, последствия. Это относится к прекрасной половине страны. Кроме этого, обязательно посещение солярия, когда посещают его люди, мне понравилось. Об этом мы с вами тоже поговорим сегодня. Здесь я вам предоставила тот же самый список, но в злайном ряде, чтобы было удобнее посмотреть. И в первую очередь мы будем с вами говорить о солнце, как оно негативно влияет на кожу. Конечно же, солнце вызывает не только рак кожи, но и различные заболевания. Это будет и фотостарение кожи, то есть появление раньше срока морщины, различные аллергические реакции, мы с вами можем увидеть, и в том числе рак кожи. Существуют различные виды солнечных лучей, которые по-разному проникают в толщу кожи, да и в принципе на территорию нашей с вами моменты. Я выделила данные лучи. Давайте посмотрим, как они влияют на кожу, чуть-чуть поподробнее. Самые слабые и достаточно не опасные – это лучи группы А. Они способны в первую очередь вызывать старение кожи. А рак кожи вызывают достаточно редко. То есть нужно постоянно находиться под этим излучением, чтобы действительно вызвать рак кожи. Но при этом, при всем, могут появляться морщинки в достаточно большом количестве. Это иллюстрация, которые мы с вами. А следующая категория – это лучи Б. Они уже могут проникать достаточно глубоко, в том числе и в толщу кожи. И именно они в основном и вызывают консольчные ожоги, в том числе и рак кожи. И последние целые лучи – они самые опасные, но на нашей планете повезло. Они экранируются атмосферой и в большем количестве не проникают на территорию нашей культуры. Вернемся с вами к одному из первых слайдов. Здесь как раз показано, как глубоко могут проникать данные лучи. И мы видим, что лучи группы С в принципе почти не проникают через озоновый слой. При этом при всем, как Б, так и А, достаточно глубоко могут поражать кожу. Могут возникать вопросы. Но ведь солярий должен быть призабивный. Но правда это лево, люди посещают его. И вроде бы, кто не страдает от посещения солярия, давайте разберемся по подробности. Лампы солярия имеют в своем устройстве лампу, которая вырабатывает к лучи группы А. Они недостаточно сильные, чтобы убедить кожу. Но при условии, что человек посещает солярий больше 70 раз за год, при этом при всем нет соответствия типу кожи, а я вам расскажу про типу кожи, и тому времени, в которое человек проводится конкретно солярия, то тоже могут быть проблемы с кожей, а именно в тарах. Новообразования, как я уже говорила, бывают как доброкачественные, так и злокачественные. Ну вот, например, на рисунке изображена патриума, это злокачественное новообразование. Оно может просто вмешаться и выглядеть не очень красиво. А вот такие, как, допустим, меланомы, это уже серьезное новообразование. Здесь на иллюстрации вам представлены три основных злокачественных новообразования кожи. Это меланома, базальома и плоскоклеточный рак кожи. При этом при всем, первое считается наиболее опасным для жизни человека. Дело в том, что меланома – это видоизмененный нервис, а по-русски родинка. Различные причины могут быть для изменения структуры. Мы с вами уже посмотрели, я перечислила. Так вот, при развитии меланомы очень быстро образуются миностазы. То есть те раковые клетки, которые начинают путешествовать по анализму, оседать и давать новую опуху. Кроме этого, меланома очень быстро растет. Она будет расти как в глубине, и вы видите это на иллюстрации, так и захватывает достаточно большую площадь. Воскоклеточный рак кожи отмечается меньшими дебами развития. А если говорить про пазариона, то она относительно безопасна. Это тоже на коже, но при всем при этом растет даже годами и десятилетиями. Я представила вам особые признаки, как можно даже не врачу отличить здоровое новообразование от уже дезинственного. То есть, на примере меланома мы с вами посмотрим. У всех нормальных новообразований всегда есть очень четкие границы. А вот в патологии можно увидеть, как границы становятся расплывчатыми, нечеткими и неправильными. При этом отличаются осенедеи. Если мы с вами проведем прикрытие, то левая половина не будет ровно-правно. Я думаю, это прекрасное видо. Дальше, как я уже сказала, границы края в норме достаточно четкие и хорошо их видно, в том числе даже пальчиками можно выполнить. Когда развивается поливание, края становятся ровными, как и фистончиками. Цвет в норме всегда однокомный или наблюдается двадцать. Это хорошо. А вот когда можно обнаружить два, три, четыре и более цветов, даже не под микроскопом, допустим, не под лобой, а своим собственным глазом определяется это, то, конечно, это под лобой. Ну и в норме высыпание новообразований достаточно маленький по размеру. Вам здесь показано, если достаточно крупное новообразование, вы обнаружили, что нужно движать по качку. В любом случае, даже если все сплошь и прекрасно, существует профилактика новообразования. К ней мы будем относить с вами в первую очередь применение солнцезащитного клёва. Дальше. Ношение одежды, которое качественно прикрывает кожу, если вы решили путешествовать в траидории нашего не совсем солнечного клавана. Обязательно использование солнцезащитных клёвов, но, конечно, в опыте на Алиэкспрессе, а в хорошем магазине, именно в оптике, где действительно будут все фильтры солнцезащитных учтений, существует определенное время, но это достаточно опасно. Загорать в нашем регионе это порядка 12 дня, заканчивая минимум 4 часами дня. Далее. Редкое посещение солнцезащитных клёвов, я уже вам рассказывала, что потолок для большинства населения нашего региона это не более 6-7 раз в зале. И обязательно самая прогнозика, если вы можете посмотреть, представленная иллюстрация достаточно натошла, изучая на себя. Так вот, одним из видов изучения состояния является термокоскопия. Как вы видите из определения, это не опасный метод исследования. Чаще всего он изначается врачами, когда, врач-стерматолог, немножко сомневается, а все ли хорошо данным образованием. Как выглядит этот опорат? Он напоминает собой, посмотрите, небольшую углу, которая объявляется к объективу потолок. Проходится с ним, при этом увеличение это тысячи раз. Представьте, достаточно хорошее увеличение, и по самим признакам нужно разобраться, что же все-таки происходит с данным образованием. И как вы видите, очень хорошо, что без повреждения кожи. Потому что большинство патологических нового образования, беззлокачественного, нельзя абсолютно травмировать. При даже небольшой травме происходит еще большее усиление роста и, возможно, начало астазирования. Мы с вами касались момента, что правила загара существуют достаточно четкие. Какие мы можем с вами выделить? Действительно, загорать положено либо утренние часы, либо более поздние и явно после обеда. Конечно же, нужно защищать подбулок у глаза от солнечного цвета. Потому что мы уже с вами выделили, есть не совсем полезные, как для кожи, так, конечно же, и для глаз, лучи солнца. Действительно, чем ближе вода, тем выше загар, тем быстрее человек загорает, дополнительный экран. Поэтому, если вы все время нападетесь в воде, нужно обязательно вдвоеме доносить солнцезащитные глины. Так, не пользоваться дезодорантами и парфюмом, объясняется следующим моментом, что большинство из них содержит спирты, а, соответственно, дополнительная солнечная наблузка в воде выражена. Конечно же, нужно пить побольше жидкостей, не забывать вечером, нанести увлажняющее средство. Мы смотрели с вами, что вверху не злали кожи, напоминают с собой кирпичную стену, где есть особый цемент, но, правда, состоит из бетитов, из жиров, и чтобы восстановить их структуру, полезно нанести увлажнение на кожу. И, конечно же, надо пользоваться солнцезащитным глиномом. Как же правильно выбирать солнцезащитный глином? Выделяют шесть цветотипов. В зависимости от того, кого имеется цвет кожи, в первую очередь, цвет глаз, цвет волос. Большинство людей, проживающих в регионе нашей области, относятся от второго цветотипа, в очень редких случаях, от четвертого. И, как вы видите, крем с СПН должен ввести в кровь в этой жизни. Редко, когда можно встретить неровных, потому что у меня на настоящий момент блондинку с серыми глазами, поэтому не забываем, что обязательно стоит пользоваться солнцезащитными глинами. Ежегодно, в мае месяце, в том числе и в Челябинске, проходят день диагностики милонога. В этот день большинство, не только государственных медицинских учреждений, где есть дерматологи, но и в частных клиниках, проходят аукцио о бесплатном приеме, осмотре пациента, в том числе с нарушением. И, соответственно, достаточно часто выявляют рак кожи. Я указала телефон, он действительно и по нескольящее время, в мае месяце уже гора, я надеюсь, поэтому рекомендуется своим близким и знакомым в такой момент. Спасибо за внимание, но это еще не все. Здравствуйте, я зовут Сипа. Я хотела бы спросить, опасные ли полосы каждый год после лета появляются много-много родинам? А также можно ли их убедать, какие лучшие полосы? Хорошо. Хороший вопрос. Смотрите, высыпание на коже может быть различного характера. Это могут быть действительно родинки или нервсы. Это может быть пигментация, она безопасна и появляется как на фоне стресса, как на фоне вирусной нагрузки или это при наоборот заболеваниях. Поэтому в первую очередь нужно обратиться к дерматологу. Дерматолог сможем поставить в диагноз, чтобы, допустим, конкретно с вами приключилась, и тогда уже будет понятно. Далее, по поводу удаления. Возможно удаление элементов, но в каждом конкретном случае нужно рассматривать ситуацию. Потому что бывают различные отвощи для сыпаний, и так далее всегда полезно удалять. Это раз. Два. Существуют различные методы удаления. Они основаны на разных механических воздействиях на коже. Это может быть лазер, противополногой способ, может быть криводеструкция, то есть когда холода, а суток убирают или нет. Ну и в том числе даже скальпелем убирается, но при условии, что это действительно уже какая-то патология, то есть обнаружено. Это абсолютно безболезненно, то есть волнуваться не надо, всегда произойдет обкалывание обезболивающего препарата, в принципе, бояться белого халата, куда-то, наверное, страшно обращать. Может быть есть еще вопросы? Пожалуйста. Здравствуйте. А что может произойти, если оторвать кровь? Тоже очень хороший вопрос и полезный я думаю на данный момент. При постоянной трагматизации или же один раз ловочная трагматизация, может, а, ничего не произойти. Просто будет кровоизбегать. Но бывают случаи, когда на таких местах идут случаи часто, когда ткан перерождается и становится злокачественное новообразование. Поэтому, если произошла травма, например, появились капельки крови на организме, нужно обратиться к врачу, сказать, я травмировала, травмировала, я вот теперь опасаюсь, допустим. Врач посмотрит, и если все хорошо заживает, может действительно заживаться. Если есть какие-то подозрения, может, значит повторить ее, это называется, посмотреть в динамике. То есть, человек приходит, допустим, раз в полгода и показывает эту розетку. Либо до тех пор, пока врач не скажет, что все хорошо, и можно не приходить. Либо до тех пор, пока не скажет, что пора умереть. То есть, тут два развития событий. Да, пожалуйста. Сколько доступ к числовому выражению происходит в произведении нового церкви? Скорость примерно такая. От одного месяца, это сказано, начиная с произведения, максимально полтора-два года. Может, скажем так, дремать, сидеть на одном месте. Но это достаточно быстро. Алиса, и последний вопрос тогда. Может быть, стоит приоритивно удалять нефть, те же розыки? Смотрите, они не вызывают в норме никакого изменения кожи. То есть, если не было никаких травм абсолютно, ну, есть родимое пятно, и есть, если оно небольшого размера, скажем, до сантиметра, до полутора даже максимум в диаметре. Мы его не трогаем, потому что, если произошла какая-то ароматизация, а не всегда есть надежда, что болит полностью, допустим, вдруг это была какая-то особая форма структуры представляет, то есть не совсем, а равноздоровыми не проявляемыми. То есть, в таких случаях, как раз таки, можно запустить онкологический процесс. То есть, лучше не трогать тихо, пока не сидит тихо. То есть, по большому счету, мы все ходим с бомбами замедленного места. Ну, если три минуты, наверное, да. Ну что же, хорошо, спасибо большое.